Другие шестьдесят восемь. Жонглер из Британии, тот хоть и позволял дамам гладить по спине своего сокола в красном колпачке, сам никогда им даже не улыбнулся и не преклонил головы ни перед одной из них. Такое могли бы расценить как неучтивость и неразборчивость в искусстве нежных отношений, но сеньор дал этому другое объяснение и толки прекратились. Жонглер Миллиора из Британии представляет изобразительное искусство самого Миллиора и его поведение это часть игры, прелюдия. Будем ждать конца состязаний. Явится нам под конец сам Миллиор или Миллиорова учтивость, я пока этого не знаю. Дамы и рыцари сошлись на том, что сокол был нежным и сильным на ощупь, а птицы которых приносил жонглер вкусными. Сеньор проявил самую лучшую часть учтивости, возможность все учитывать, сказал князь Блаи. Арнафт подолгу разбирался с одним руководством у себя в комнате. Это руководство, подобно многим другим, было устным и очень конкретным. Смешно, конечно, но Арнафт получил его в прошлом году и не успокоился, пока не запомнил слово в слово. Так и нужно запоминать. В этом году на состязании певцов он попытается использовать манеру пьере, пеструю и темную, но в будущем от нее откажется слишком уж трудно всему подобрать синьяль. Дважды в день он прохаживался темным переходом, о котором мы уже знаем. На нем был халат, подаренный сеньором князю Блаи, зеленый и с серебром. Никто не посмел спросить, как у него оказалось восточное платье. В те времена он был так красив, что сеньор особенно ради него вспомнил об Антиное, рыцаре императора Адриана, который оказался переодетой дамой и рассказал собравшимся дамам всю ее историю. Это случилось в полдень на лужайке под восточной стеной. Трава под ногами, дама цвела так густо, розовые цветы так благухали, что история рыцаря Антиноя показалась дамам вполне куртуазной. Арнафт был замечен слугами другого замка, но на этот раз никакой ошибки не произошло. Сеньор другого замка тоже знал историю рыцаря Антиноя, но рассказал ее как-то не под той стеной. При виде Арнафта он вспыхнул. Послужи мне, я и есть твой Адриан. Арнафт спасался бегством на удивление, это стоило ему труда. В чем дело, спрашивал он князя Блаи, почему эти люди видели меня и не видели вас. Князь Блаи не дал разъяснения, хоть это и уличало его во лжи, но сеньор все разъяснил и толки прекратились. Люди другого замка слепые ко всему непрекрасному. Князь Блаи курнос и ряб от перенесенной им оспы. Вы же, Арнафт, тут я прошу не принимать моих слов как насмешку. У нас наивоявленный Антиной. И не беда, что не дама. Вот почему Арнафт сидел в комнате и разбирал руководство данной ему пиере. Он стал запираться после того, как пистолетик, прищелкнув языком, сказал. Опасайся, опасайтесь, Арнафт. Сеньор другого замка может вас похитить. Никчемный человек этот пистолетик, но ведь он из людей князя Блаи.